Друзья, приветствую! Павел из Башкирии, город Ишимбай, прислал образцы масла Равинол WMP 530 в официальном магазине, приобретенный Равинол Русланд и использовавшийся в автомобиле Lexus GX 470. Так, описание приведу. К сожалению, вот так они доехали в таком виде. Сейчас я их распакую, почищу и проверю. Вот я уже болваночку заготовил. Да еще, смотрите, тактарский мед из Башкирии. Павел, благодарю вас! Немножко с маслом получилось, но мне не привыкать. Спасибо большое! Так, значит, сейчас я подготовлю образцы и потом покажу вам результаты. Так, вот результаты. Начнем со свежего. Это у нас образец Равинол ВМП. Видите, подписано. 530 С3. Р, это значит, записано в память. Значит, окисление и нитрование. Обратите внимание на уровень окисления. Почти 50 единиц. Это говорит о высоком содержании эстеров. Они же забивают противоизносную присадку. Видите, прибор, опять же, не видит. Как не видел в мобиле с высоким содержанием эстеров, так не видит и здесь. Значит, фенольные антиокислители присутствуют. Уровень, я бы не сказал, что высокий. 0,23. Но есть они. Аминных побольше, примерно в два раза, чем в фенольных. 0,58. Даже чуть поболее, чем в два раза. Значит, комплект антиокислителей присутствует. Значит, щелочное 7,85. Достаточно высокая для С3. 1,78 кислотная. Ну, нормальный уровень. Значит, есть запас мощный нейтрализующий. По вязкости при 40 градусах у нас 66,34. При 100, 11,95. Это типичный тоже уровень для С3. Где-то от 11,8 до 12,1 примерно. И обратите внимание, эстеров. 9,16 по мнению прибора процентов в масле эстеров. Высокий уровень. Так, следующий образец. Это у нас, видите, подписано. С пробегом 6 тысяч километров. Здесь средняя скорость, если по бумажке ориентироваться, 35 километров в час. Смотрите, появился бензин чуть более одного процента. 1,07. Продолжает расти и окисление, и нитрование. Здесь нормально все. Значит, обычная. Противоизносных присадок как не было, так и не появилось. Ну, так, на всякий случай показываю. Фенольных тоже по нулям. Получается, что они сработались. Ну, здесь их и было немного, но тем не менее. А вот с аминными странно. Здесь, скорее всего, это погрешность, потому что показывает тот же уровень. Или они не работают в таком режиме. Непонятно. Ну, может быть, и не работают, потому что, смотрите, щелочное изменилось не сильно. 6,63. Вот. Но кислотное выросло достаточно сильной. Возможно, скорее всего, это связано с высоким уровнем эстеров. Небольшая просадка по вязкости. 62, 66 при 40 и 1,41 при 100. Чуть меньше эстеров стало, получается, на полпроцента. И появилась вода, 7 сотых. Ну, воды немного, но эстеры всегда в отработке их всегда меньше. Так, следующая проба. Это уже у нас 8700 километров. 2700 километров была поездка в другой город с высокой средней скоростью, 65 километров в час. И посмотрите, вот для меня удивительно. Бензина стало даже побольше. Чуть-чуть, на 0,07. Я думал, что должно выпариться. Хотя, это может быть, значит, перед пробой, там, день-два после поездки человек эксплуатировал еще машину по городу. Возможно, и такое. Да, продолжают расти и окисления азотом и кислородом. Противоизноски также нет. И вот это открытие. Посмотрите, фенольных появилось больше даже, чем в свежем. 0,31. Я ломал голову, думал, ошибка, а потом посмотрел. Оказывается, фенольные антиокислители добавляются в бензин. Так, аминные на 50 процентов сработались. Продолжает снижаться щелочное, 6,18. Но тоже еще достаточно высокое. А вот кислотное, конечно, растет как-то быстро. 3,04. Также продолжает чуть-чуть снижаться вязкость. 6,193 при 40 градусах и 1,37 при 100. Стера, в принципе, в прошлой пробе было 8,31. А здесь 8,6. Также немножко воды. Но это уже тут погрешность. Может быть, сотые вот эти. Так, и вот два прогноза. Что было, что стало. Значит, слева это прогноз. Видите, на 6,172 муточаса. А справа это 213 муточасов, 8,800 километров. Значит, помоющим, нейтрализующим после городской, скажем так, ну не городской, а смешанной эксплуатации. 384 муточаса и 13, практически с половиной тысяч километров. Значит, по нейтрованию 700 муточасов неплохо работает. Ну, здесь и картер большой и по вязкости почти 760 муточасов. После трассового пробега, посмотрите, прогноз чуть-чуть вырос. То есть, как будто бы маслу было на трассе легче. 16 тысяч километров. Даже по нейтрованию как будто легче. Значит, оно слегка замедлилось. Видите, плюс 43 часа к прогнозу, к первому. И по вязкости лучше. То есть, за это время меньше разжижилось. Ну и средние показатели масла вы видели, да. Значит, 63, 64 с копеечками. Да, кстати, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомления о новых видео. Вот, вот такой получился тест, прогнозы. Как для бензинового мотора, мне кажется, масло отработало отлично. Хотя здесь, ну, большой картер, но с другой стороны и объем большой. Почти 5 литров. 4,7, V8. Вот. Ну, какой можно вывод сделать? В этом, в этом моторе по трассе даже с высокой средней скоростью масло лучше себя чувствует. Но здесь, видите, это атмосферный мотор. Вот, без турбины. Я думаю, что у турбомоторов больше проблем по трассе, когда турбина сильно нагревается и греет все остальное. Мне так кажется. Благодарю Павла за предоставленные образцы, за поддержку канала, всем, кто посмотрел данное видео. Спасибо. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.